НЛМедиа представляет Хроника научной жизни Заседание открывает доклад Сергея Зенкина Российский государственный гуманитарный университет Москва Высшая школа экономики Санкт-Петербург Тема выступления – граница, мимесис, идентичность Пожалуйста, Сергей Николаевич Доклад, который я подготовил Получился несколько иным, чем предполагалось первоначально Он имеет более отрывочный характер Скорее заметки, чем последовательная концепция Он построен не только на литературном материале И совсем без привлечения к гемографическому материалу Материал довольно узкий И, по многому, даже случайный По крайней мере, это часто бывает при теоретической рефлексии И речь в этих заметках пойдет о том, что можно назвать феноменологию границы О том, как пространственная географическая граница Переживается в культурном сознании Еще точнее, если пойдет о миметическом аспекте границы Собственной границей и чунимого ее субъективного пространства Я имею в виду, что этот аспект отличается от семиотического Который описывается с удаленной позиции внешнего наблюдателя Тогда как пограничный мимисис перерывается тем, кто сам имеет дело с границей Пытается ее провести в пространстве Сталкивается с ней при своем перемещении Пересекает ее и так далее К сожалению, я не был на вчерашнем заседании конференции Предполагаю, что на нем уже упоминалась Хорошо известная семиотическая теория границы Предложенная Юрием Лотманом в статье о семиосфере Я напомню некоторое только положение этой статьи Вот цитата, которая мне отважна Одним из фундаментальных понятий семиотической ограниченности От гранической ограниченности, вернее Это понятие границы Поскольку пространство семиосферы, продолжает Лотман Имеет абстрактный характер Границу ее не следует представлять себе средствами конкретного воображения Вот моя статистка как раз в том, чтобы В чем-то продолжаемость Лотмана А в чем-то и отмежуясь от нее Переходя на другую участку, где она уже Уже, видимо, не работает Попытаться описать дополнительный по отношению к этому К этому аспекту Дополнительную сторону Сторону дела Которую как раз можно представлять Средствами конкретного воображения И культура именно этим и занимается То есть можно описать некоторые способы Такого субъективного представления Переживание границ Их образы Или их функции Определяющие структуру разделяемого Границы мира Первое У меня будет три больших части Моих заметок Повторяю, они не всегда хорошо Жетко связаны между собой По последовательным развитием И первая из них Первая часть Условно заглавлена Место и пространство Я хотел сказать Что граница Это необязательное средство Членения мира Легко представить себе И культура Нередко так Именно так и представляет вещи Мир, который разделен На всякие Различные области Которые разделены Разными персонажами Разными существами У каждой из них Есть свои хозяева Свои владельцы Но между ними нет Сколько-нибудь четких границ Самый очевидный вариант Такой безграничной географии Это архипелаг Где населенные острова Далеко стоят друг от друга Разделенные не границами А нейтральной Пустой морской средой По такому миру Например Странствует Домеровский Одиссей И в его Хаотических перемещениях Трудно уловить Околе бы определенный маршрут Который был бы Обозначен Пресечением Тех или иных границ Скорее Перед нами Блуждание Блуждание В лабиринтном мире То есть В пространстве Не беспредельном Не бесформленном Но и не ограниченным Здесь нет Пресечения границ Которые служили бы Вехами Такая же структура Мира встречается И в сухопутных По крайней мере По преимуществу Сухопутных повествованиях Например В неистовом Роланде Ариоста Разные персонажи Роланда Стольф И другие Стремительно перемещаются По странам И морям Старого Света Буквально за несколько дней Пересекают Всю Всю Европу И даже Северную Африку При этом Практически Не сталкиваются С какими-нибудь Четкими границами Отделяющими Края одного народа От местных Где живет другой народ Они просто Перечисляются Как Короткие Пересекаемые Области Или Уже Несколько веков Позже Написанной Сходной Традицией Сказочной поэме Шандеры Петтофи Витясь Януш Ее герой Сказочный Витясь Чтобы помочь Французскому королю Отразить нашествие Сарацин Совершает поход Из своей родной Венгрии Во Францию Через Индию Оказывается В этом мире Такой путь Оказывается Наиболее естественным И коротким Пародийное применение Той же Квази-географической Структуры Почти одновременно С поэмой Петтофи Дал Гоголь Своей собственной поэме Мертвые души Ее герои тоже Странствуют между Разными местами Разными поместьями Которые плохо Поддаются Локализации Односительно Друг друга Я не уверен Что можно Начертить Какую-нибудь Карту перемещения Чичикова Они не сообщаются Между собой И в этом смысле Решены Четких границ Знаменитая Похвальба Одного из помещиков Отрицающего Всякие границы Своих владений Это просто Комически Гиперболизированное Выражение Той общей логики Какой управляется Мир Гоголевского Повествования Такой мир Без границ Это не однородное Бесконечное И пустое Пространство Новоевропейской Геометрии Понятие Которое Было вообще Чуждо Древнегреческому Мышлению Породившего Миф О странствиях Одиссея Его надо Описывать Как мир Мест Отдельных И независимых Одна Другой Областей Каждый Из которых Обладает Своим Лицом Своим Населением Своим Владельцем В реальном случае В коллективном И тяготеет Каждый К своему Собственному Центру Не оглядываясь На все остальные Визуально Его можно Представить Не с помощью Координатной Сетки Или пограничных Линий Как на современных Картах А как хаотическое Созвездие Пятен На карте Такого мира Будут обозначены Названия Стран И народов Которых Населяют Но между ними Не будет Четких Четких Выбежей Поскольку У этих мест Отсутствует Какая-либо Общая шкала Позволяющая Соотносить их Между собой Основной формой Их взаимодействия Сознания Культуры Оказывается Мимисис Порождающий Более или менее Зыбкие Сходства Между ними Волшебные И чудовищные Обитатели Островов Мест Подражают Друг друг Другу Переживаются Путешественникам Тем же Одиссеям И другими Как Варианты Одного и того же Чуждого Часто небезопасного Образа Хаотические Перемещения Перемещения Путешественника Описывают Не геометрическое А скорее Лабиринтное Пространство Без перспективы А в лабиринтных Извивах Естественно Треть эти монстры Каковыми являются В прямом Или переносном смысле Многие жители Такого мира Я ссылаю здесь На свою недавнюю Даже еще не опубликованную Статью О монстре Как Миметической Фигуре Воплощающей И распространяющей Вовне Процесс Телесного Подражания В этом смысле Возвращая Собственно Границы Когда ее Все-таки Проводят Она выражает Волю К рационализации Пространства Или даже Еще точнее Просто К образованию Пространства Как такового Которое Обдало бы Общей Абстрактной Формой И не Исчерпывалось бы Одной лишь Суммой Своих мест Содержаний Например Грандиозный Замысел Данте Который Расчленил Потусторонний мир На многоуровни Кругов Перекод Между ними Перерывается Как пересечение Иерархического Рубежа От более Высоких К более Низким Уровням Вернее Наоборот От более Низких К более Высоким Уровням Знаменует Некоторое Историческое Усилие Демаркации мира Когда На его карте Появляются Не только Обозначения Названия Или символы Областей Но и Разделительные Линии Между ними Вместо Стихийного Мимесиса Или По крайней мере Наряду В мире Появляется Симеозис Система Устойчивых Чинений И значений Которая Несет Границы Вторая Часть Моих Замечаний Озаглавлена Зеркальная Идентичность Структура Острова Окруженная Пустотой Истороченная Вокруг Своего Центра Сохраняется В более Менее Имплицитной Форме И тогда Когда культура Пытается Все-таки Воображать Свои Границы За этими Границами Сознание Культуры Располагается Некультура Представляющая Собой Продукт Субъективного Представления Культуры Как Семиосферы Вот еще Цитата Кстати Лопмана А поскольку Граница Необходимая Часть Семиосферы Семиосфера Нуждается В неорганизованном Внешнем Окружении И конструирует Его себе В случае Отсутствия Культура Создает Себе Не только Свою Внутреннюю Организацию Но и Свой тип Внешней Дезорганизации Отличность Конструирует Себе Варвара А сознание Подсознание Вот Иллюстрации К этой мысли Где Лопман Полно готов Перейти Субъективной Позиции Внешнего Наблюдателя На субъективную Точку зрения Наблюдаемой Культуры Может Служить Всем Вероятно Знакомая Картина Современного Художника Васи Ложкина Изображающего Родину И заграницу Это довольно Довольно сложная И эффектно Построенная Композиция И ее эффект Основывается На трех Параллельных Миметических Процессах Во-первых На самом очевидном Внешнем уровне Художник Изображает Мимирует Фигуру персонажей Условно Деформированные Как при каждом Художественном Мимесисе Кротестно-звериный Стиль Призван Здесь Отстранить Реальные отношения Между людьми И народами Во-вторых Знания персонажей Картины Ну по крайней мере Односительно Тропомостные Эмоционально Опознаваемые Обитатели Так называемой Родины Аффективно Подражают Друг другу На их лицах Одинаково Написан Страх и отвращение При виде их В ограниченных Визови Таков Общий закон Складывания Коллективной В данном случае Национальной Идентичности Ее разделяют Люди Подражающие Друг другу В эффективных Реакциях То есть Эта идентичность Имеет Изначально Миметический Характер А всевозможные Идеологические То есть Семиотические Мотивы Символы Родины И истории И так далее Привлекаются Лишь для Ее вторичного Оправдания И в третьих Это наиболее Оригинальная Черта Картины Противостоящие Друг другу Группы По разные Стороны Границы Связаны Между собой Миметическим Отношением Проходящим Через заграждение Колючей проволокой При всем различии Своего облика Они с обеих сторон Образуют Симметричную Композицию Родитель Ребенок Кот Члены Которые Внимательно Рассматривают Своих гомологов За колючкой Граница Позволяет Каждой группе Пережить Коллективное Самосознание Своеобразную Стадию Зеркала Волокану Но только Это кривое Зеркало Которым Можно увидеть Искаженный Образ Себя Самого Коллективная Идентичность Образуется Как в со Так и В противопоставлении Миметических Персонажей Эта зеркальная Структура Пространства Разделяемого Границей Характеризуется Также Геометрической Обратимостью В самом деле Инфернальный Мир Заграницей Изображен Художником Не как Угрожающая Организованная Сила В нем Видится на горизонте Дымящие заводы Но отсутствуют Какие-либо Продукты Их производства Не только Предметы потребления Которые окружали бы Цивилизованной Оболочкой Его обитателей Но и средства Уничтожения Например Оружие Направленное В сторону Родины Вместо них В руке Одного из Заграничных Персонажей Лишнелепая Кость Знак Скорения Щиты Чем Угрозы В результате Фантазматическая Заграница Представленная Как территория Индустриального Разорения Населенная Не просто опасными Но и оборванными Извожденного Вида Уродами Ассоциируется Не столько С вождетной Державой Изготовившейся К агрессии Сколько С концлагерной Зоной Куда согнано Отребие Цивилизованного Человечества Как неассимилированные Элементы Самой Родины Это имплицитно Меняет Не только Моральную Семантику Границы Но и Пространственную Конфигурацию Дриселю Картины Написанные В линейной Перспективе Она Со стороны Видится Прямой линии Однако Расположение И взаимные Вгляды Персонажей Задают Иную Перспективу Круговой Замкнутой Укрепленной Линией Которая То ли Защищает Родину Обороняющуюся От угроз В кольце Врагов То ли Сама Заключает Внутри себя Кромешный Фактически Островной Мир За границей Грозящий Экспансией Во внешний мир Такая Двусмысленная Геополитическая Конфигурация По-видимому Лежит В основе Многих Массовых Представлений И даже Вероятно Политических Решений При обоих Пониманиях Границы Проявляется Нестремимая Связь С архаической Острадной Культурой Мира Структурой Мира Граница Служит Не просто Для разделения А для Изоляции От слова Изоля Остров Которая Подвергается То ли Наша То ли Ихняя Часть Мир Симметрия Центр И периферия Находятся В противном Отношении Все зависит От того С какой Стороны Смотреть И третья Часть Она Называется Трансгрессия И пароль Искаженная Зеркальная Симметрия Пограничных Областей Наглядно Проверяется В следующем Примере Который В своем Визуальном Варианте Сходим С картины Василошкина Не берусь Судить о том Могло ли Это визуальное Воплощение Служить Источником Его Картины В четвертом Письме В своей Книге Россия В 1839 Году Астоль Декюстин Пересказывает Наблюдение Некоего Трактирщика Из Любека Немецкого Города В то время Служившего Перевалочным Пунктом При морских Путешествиях Из Европы В Россию И наоборот Здесь Путешественники Из России Встречались Или наоборот Прощались С европейской Цивилизацией Хотя формальная Граница Российской Империи Разумеется Гораздо Восточной И вот Об их Аффективных Реакциях На этот Переход Как раз И рассказывает Немецкий Трактирщик Цитата Из Кюстина Сударь У них Два выражения Лица Я говорю Не о слугах Услуга Всегда одинаковая Но о господах Когда они едут В Европу Вид у них Веселый Свободный Довольный Они похожи На вырвавшихся Забону лошадей На птичек Которым Отворили клетку Все Мужчины Женщины Молодые Старые Выглядят Счастливыми Как школьники На каникулы А на обратном же пути Те же люди Приезжают в Любик С вытянутыми Мрачными Мученическими Рицами Они говорят мало Бросают Отрывочные фразы Вид у них Озабоченный Я пришел к выводу Что страна Которую их жители Покидают с такой радостью И которые возвращаются С такой неохотой Дурная страна Перевод Веры Минчиной Которую я кстати Благодарю за помощь В рассыскании Иллюстрации К этому месту Которое пойдет речь дальше Так вот Этот рассказ Кристина Вдохновил Знаменитого художника Гюстава Доре На карикатуру Которая вошла В состав его книги Живописная Драматическая Карикатурная История Святой Руси И вот это Эта картинка Набросок На границе Всех России Так буквально Это переводится Фактически На границе Российской империи Многие факторы Мемесиса Которые Я Различился Из картины Васи Ложкина Явно Действуют И здесь Это и карикатурно Схематичное Изображение Людей По две стороны Границы Между Европой И Россией И взаимное Подражание Внутри Каждой группы Люди Утрированно Демонстрируют Своё ликование С левой стороны И удручённость С правой стороны Наконец Симметрия Двух групп И там Исям Три персонажа Как будто Это члены Одного семейства Или одной компании Однако Важное различие У Доре Две группы Не переглядываются Между собой Они смотрят В противоположные Стороны От границы И сами Обращены Другу спиной На семиотическом Уровне И конфигурация Оказывается В одном ряду С традиционной Оппозицией Комической Трагической Театральных Масок Или же С французской Фрадиологией Смеющегося Жанна И плачущего Жанна Жан Керри И Жан Киплер Ну а сегодня Коль скоро Речь идёт О России И Европе Она видится Ироническим Предвосхищением Трений Между уехавшими И оставшими Она включена В нарративную Структуру Сцены В самом деле Персонажи Реагируют Не на людей По ту сторону Границы А на границу Как таковую Точнее На своё Пересечение Её А всякое Пересечение Границы Есть события Обладающие Как знаковым Так и Миметическим Персонажем И потенциалом Извините В ней Участвует Не только Более-менее Условно Эффективный Персонаж Но ещё И заряд Его аффективной Энергии Которым Должен Реально Уже Безусловно Заряжаться Или заражаться Зритель Или читатель Его приключений Именно с целью Передать Такой импульс Художник Гротесно Подчеркивает Выразительность Пост и Мимики Всех персонажей Пересечение Границы Даже вполне Легальное Прохождение Положенного Контроля Переживается Как трансгрессия Преодоление Запретного Предела Восвобождающей Энергию Которая Заложена Во всех Процессах Мимисис Подобный Жест Трансгрессии Может осуществляться Не только Вовне При телесном Пересечении Пространственных Пределов Но и внутри В культурных Прежде всего Языковых Текстах Заметим Что на картине Доре На карикатуре Вернее Доре Слова России И Европы Написаны По-французски Что естественно Конечно Для французского Издания Где она напечатана Но явно Расходится С родным языком Изображенных На ним Персонажей Действительно Реальное Пересечение Границ Часто сопровождается Языковой Коллизией И сменой Одни люди Проживя много лет В чужой стране Сохраняют Чистый родной язык Обычно Хорошо Выучив И местный А другие Приехав На пару недель Начинают Сразу Смешивать В речи Слова Двух разных Языков Последний В случае Имеет место Давление Коллективного Миметического Рефлекса Единство Национального Языка И языковая Идентичность И выносителей Образуется Не столько Рациональным Нормированием Скажем Школьным Обучением Сколько Повседневным Подражанием Когда люди В обычном Общении Подтверждают И передают Друг другу Речевые Привычки С этим Процессом Сталкивается Иностранец У которого Не всегда Хватает сил Ему сопротивляться Интерференция Языков Происходит И тогда Когда вместо Людей Через границу Переходят Тексты При этом Они часто Подвергаются Протедуре Перевода Собственно Артикулированные Границы Между странами В ряде случаев По крайней мере В идеале Проводятся Именно между Языками Которым Приписывается Некоторый Национальный Суверенитет За так Как языковые Различия Внутри Страны Расцениваются Как местные Диалектальные Не требующие Операции Перевода В недавней Своей книге Перевод И насилие Тифен Самуайо Изучила Конфликтные Властно Подавляющие Факторы Перевода Проявляющиеся Особенно При политическом Нерависти Культур Ситуации Колонии Окупации И так далее Но даже При равном И уважительном Взаимодействии Языков И культур Перевод Неизбежно Деформирует Оригинал Вступает С ним В силовые Отношения Одно из Таких Отношений Стоит В цитировании Чужого Языка Когда Отдельные Слова И выражения Этого Языка Внедряются В перевод Неизменными Как опознаваемо Чужеродные Служа Непосредственно Переживаемыми Проявлениями Иноязычия Своей намеренной Недопереведенностью Они заявляют О переводном Характере Текста Вместо Семантической Перекодировки В них Происходит Прямой Мимизис Нередко Собственно Фонетическое Подражание Оригиналу Простейший Пример Именно Собственные Которые Обычно Оставляются Без перевода Даже Когда Принадлежат Вымышленным Персонажам И другим Реалиям Не имеющим Документальных Референтов В реальности И вот Такая Более Или менее Точная Цитата При переводе Сможет Паролем По которому Опознается Языковая Идентичность Принадлежность Не языка Не человека Но текста Определенной Культуре И традиции Чужеродный В языке Перевода Пароль Отрывается И от своего Исходного Языка Отбрасывая Свои обычные Прежде всего Смысловые Функции Ради чисто Подражательного И опознавательного Эффекта Какими Какими Так Слова Пароли Будто Ветхозаветный Шабалет И скажем Украинская Поляница Теряют связь С колосом Или хлебом Который Они могли Обозначать То же происходит С любыми Другими Меметическими Эффектами Которые Переносятся В перевод Из оригинала С выбираемой Переводчиком Интонации С телевым Регистром И так далее Они Являются Уже Не Смысловыми Знаками А досмысловыми Или Внесмысловыми Следами О которых Расмышлял Жак Дорида В частности Вспоминая Библейский Рассказ О Шабалете Слове По изношениям Которого Отличали своих От врагов При пересечении Пространственной Границы Он пишет Цитируя Что чужие Выдавали Свою отличность Оказываясь Безразличными К диакритическому Различию И си Двух По изношениям Этого слова И вот таким Намеренным Безразличием К различию По-видимому Определяется Некая Элиминальная Зона Текста Расим Которая Может быть В нем Рассеяна Вовсе Не совпадает С его Внешними Границами Но образует Мечтоподдень Нейтральной Полосы Она не тянется Вдоль Какой-либо Границы Но проецируется По обе Ее стороны В ходе Обмена В случае Словесного Между Своей И чужой Областями Это Подводит К более Общему Выводу Которым Я заканчиваю Свой доклад Рассматриваемая В субъективно-миметическом А не объективно-семиотическом Аспекте Граница Предстает Уже Не просто Суммы Берингвиальных Переводческих Фильтров Перевод Свой С которой Переводит Текст на Другой Язык Находящийся Вне Данной Семиосферы Это моя Последняя Зазна Из Локмана Она Проходит Непосредственно Через Аффективные Переживания Текста Культуры Делает Их Внутренне Неоднородными И особенно В случае Художественной Культуры Обеспечивают Динамику Их Восприятия Где Мимисис В разных Своих Формах Взаимодействует Семиотисом Благодарю за внимание Спасибо Сергей Николаевич Пожалуйста Коллеги Какие будут Вопросы Доброе утро Коллеги Большое спасибо Сергей Николаевич Я Очень Впечатлена У меня Такой Комментарий Переходящий В вопрос Или наоборот А вот Скажите Пожалуйста Я Я Как-то В свое Время Пережила Довольно Большой Шок Переходя Границу В Шереметьево И наткнувшись На этой Стране На Линию Заданную Рекламой Билайна Она очень Долго Там Находилась И Которая Собственно Говоря Была Вот Новой Формой Марферокти Границ У меня Вопрос Вот В этой Постсоветской Ситуации Которая Была И Закончилась Как бы Вы Понятно Что это не литература Реклама Гораздо Более Низкий Жанр И все-таки Это вполне Семиотическая Как бы Сказать Работа Знака И Культурно Маркированная Как В этой Ситуации Сбивается Настраивается Как бы Перегруппируется Вот Эта Вот Связка Между Миметическим Политическим Семиотическим И Наверное Это Первый Комментарий Мой И вопрос Мой Второй Комментарий Без вопроса Чустин Мне кажется Заложен И вшит У нас Подкорку При разговоре О границе Но вот Этим летом Я читала Воспоминания Юрского И была Совершенно Потрясена Потому что У него Серия Один из Текстов Целиком Выстроен Вдоль Пересечения Границы И жизнь Представлена Как граница И это Белорусско-польская Граница И это Граница Которая Пересекается Сначала В 68 А потом Уже В 90 И это Закольцовывается В какой-то Вот сложный Такой Венок Жизни Как Жизни За границей На границе Пересечения Границ Мне кажется Что это Очень сильно Развивает Тезис Который Вы сформулировали Но даёт К этому Такую Очень Современную Виньетку И дополнение И Мой Последний Комментарий Вопрос Про острова Когда-то Давным-давно Я Прочла Текст Михаила Петрова Про пиратов Игейского Моря И В этом Тексте Так же Как И В тезисе Который Сформулирован Вами Античная Культура Рассматривалась Через Отмену В широком Смысле Или точнее Через места Отмены И Демаркации И Юрисдикции Но Этим местом У Петрова Становилась Пауба Пиратского Корабля Он тоже Отсылал Конечно же К Гонеру И Оттуда Выводил Греческую Модель Личности В ее Как-то Не только Сопоставлении Но и Противопоставлении Свободы От Божественной Воли Но Это Про Море А Земля Ну то есть Была Устроена Иначе И Острова Тоже Потому что Можно было Приплыть Туда Где Правит И Куда Распространяется Воля И сила Полищена Ну или Кого-нибудь Еще У меня Вопрос Вот Это Очень Красивая И Очень Вдохновляющая Меня Идея Островов До какой Степени Остров Свободен От Демаркации Всех Мостей Вчера Здесь Шла Речь О Лакане И Линии Прилива И Там Отлива И Морского Водораздела Как Некоторой Одновременной Альтернативе Границы И Ее Как-то Переопределению Но Вот Все-таки Как Быть С Островом И Чем Оказывается ООН Если Мы Освобождаем От Демаркации Спасибо Спасибо Значит Юрского К сожалению Не читал Спасибо За указание На этот Источник Если Начать С Последнего Вопроса То У острова Конечно Вполне Может быть Своя Внутренняя Структура Которая Будет Скорее Сего Скорее Сего Будет Центрально Периферийно Есть Негоцентральный Образ Условно Город Или крепость Которая Отположена На острове И есть Периферия То есть Его Литераль Береговая Береговая Линия Между ними Вообще говоря Совершенно Может не быть Ниакой Границы Будет Линия Плавного Перехода От центра Периферий И так Устроено Пространство Во многих Не только Островных Территориях Пространство Современного Города Это Плавный Переход От Центральных Районов От Того Что называется Даунтаун К К К К К К С Разными Своими Функцией Промышленным Зонам И дальше Постепенно Переход В сельскую Местность Современного Города Нет Ограждающих Его Огораживающих Его Крепостных Стен Вместо них Самая большая Кольцевая Дорога То есть Не ограждающая А транспортная Артерия Поэтому Структура Постранства Разумеется Сохраняется Но Его Демарката Является Необязательной Плавной Не имеющий Того Императивного Храствера Как демаркация Границ Между Допустим Государствами Что касается Первый вопрос Очень Любопытен Да Я помню Конечно Тоже Эту Аэропортовскую Линию Но Интересно Вот что Прежде всего Это не граница Как таковая А предграница Настоящая Граница Будет через Два метра Дальше Там Где сидит Пограничный Контролер А это Всего лишь Предварительная Линия Которая Предверждается Что мы Вступаем В некоторое Пограничное Пространство Пограничную Зону То есть Ее Семантика Фактически Такой Знак Знака Граница Сама Является Знаком Другой С другой С другой С другой А это Предварительный Знак Вот скоро Вы к нему Подойдете Предупреждающий Знак То что Эта линия Оформляется Как реклама Оператор Мобильной Связи Ну Само Конечно Интересно И демонстрирует Некоторую Не просто Всеядность И ненасытность Коммерческой Рекламы Которая Использует Для своего Размещения Любое Пространство Куда только Падает Человек А тем более Он задерживается Такой причине И поэтому Ему нечего Делать В ожидании Контроля Но еще Интересно Что Что его Что его Своим Самым Самым Обозначением Популярного Популярной Мобильной Сети Во-первых Составляет Пишись Некоторая Некоторую Фантазматическую Миметическую Идентичность Мы Пользователи Билайн Обращаемся К себе Напоминаем о себе Нам вообще-то Хорошо С этим Оператором Кроме того Конечно Немаловажно Что На уровне Не прагматики А семантики То Сама Рекламируемая Фирма Это Занимается Связью То есть Миметической Миметической Действенностью Когда люди Общаются Между собой Передают Друг другу Всякие Сигналы И Действенность Действенность Этой Фирмы Вращается В стимулирование Этого Обмена То есть Стимулирование Социального Мимесиса Получается Что Семиотическую Своя 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 Функция Границу Границу Мертвым Родиной И за Границей Обкладывают Миметическими Миметическими Импульсами Задаваемыми Вовсе Вовсе Не в целях Своя Граница Практически Коммерческих Целях Но которые Будут Работать Именно Как Миметическая Противоположность Миметическое Дополнение Собственно Семиотическую Процедуру Границы Вот так Она и Работает Спасибо Большое Может быть Небольшое Замечание Мне бросилось Глаза В этой Цитате Кюстина Когда Говорится О разных Противоположных Настроениях Связанных С разными Направлениями И пересечением Границы Что у слуг Лица Всегда Одинаковые Это очень Интересно Мне кажется С точки зрения Такой Непроницаемости Репрезентации То есть Когда Это Полотмуна Наверное Где-то Сфера Некультуры Или сфера Периферийной Непонятной Недешифрируемой Культуры И тут Вопрос Может быть Почти как у Гоголя Вот эти вот Живые души Которые могут быть Только во втором томе Там уже О них идет речь Но и там Они у Гоголя Не были Дифференцированы Или это зона Чего-то идеального Или это Зона Тоже Однородного Гомогенного Здесь Там и здесь Но это Такие тоже Заметки Размышления Как вы думаете Это Связано Я так думаю С эпохой Да Когда еще Не было Рефлексии Такого рода Социальной Или Да Элективного Мимесиса И поэтому Для них И граница Ничего не значит И никак не переживается Они при надлежности Своих господ А для того Чтобы переживать Границу Нужно иметь Субъектность Нужно быть Вот Будешественникам Они Они служат Не прислушникам Будешественника Наверное так То есть Это Перед нами Здесь Наряду с Горизонтальным Географическим Членением мира Преперевляющие Вертикальные Социальные Есть полноценные Люди А есть Вот какие-то Такие Присутствующие При них И Полуприродные Существа Не реагирующие На На Культурные Импульсы Как Переживаем Эксподами Спасибо большое Я хотел бы Сделать Просто Может быть Одно Замечание Вот Когда Вы Отвечали На Вопрос Галины Орловой Мне казалось Очень Интересно По поводу Билайн И вот Этой Как бы Предграничной Предграничной Линии Внутри Аэропорта Я думаю Что можно Было бы Это наталкивает Меня На Мысль О том Где Можно Еще Встречать Такие Явления И Я думаю Что Стоит Об этом Думать Более Систематически Мне Во всяком Случа Я могу Дать Только Один Пример Пожалуй Я не знаю Насколько Он Любопытен Как Мне кажется Где-то В 19 Веке Я не Помню Когда Именно Главная Главная Таможенная Контора На Китайской Границе Была Передвинута С Кяхтой Прямо С границей В Иркутск И Мне кажется Это Очень Интересный Момент Когда Российская Эмпира Забирает Обратно Не Вперед А Именно Назад И Вообще Это Просто Общий Комментарий Можно Прокомментировать Или Игнорировать Но Просто Думать Более Систематически О Тех Проявлениях Внешней Границы Какого-то Государства Которые Все-таки Приходится Встречать Внутри Страны И Аэропорта Это Как раз Очень Интересный Пример Да Конечно В общем Это Подтверждает Мой Окончательный Вывод Что Не только В сложных Культурных Объектах Типа Переводного Текста Могут Довольно Произвольных Пространственных Отношений Встречаться Заимствованные И Цитатные И Переведенные Элементы То есть Элементы Своего И чужого Пространства Чужого Из своего Пространства Но и даже В реальном Политическом Пространстве Страны Граница Далеко не Всегда Проходит По Географической Периферии Страны Функционально Она располагается Во многих Листах Не только Например Не только Собственно На конечных Переходах Но и На таможне И в иностранных Консульствах Которые выдают Визы Для дальнейшего Пресечения Границы И Иностранных Дел Которые Можут Выдавать В некоторых Случаах Воездные Визы И В общем И В общем Внутренних Дел Скорее И В общем Устанавливает Порядок Пресечения Границы Через Разные Органы Государственного Управления Которые Ведают Которые Каким образом Регулируют Пресечения Границы Она Проходит В случаях Через Определенные Зоны Где Приехавшие Стану Иностранцы Поселяются Отдельно От других Добровольно И Даже Принудительные Когда Интуристов Селят Специально Призначенных Для них Гостиниц Под наблюдение Там тоже Своя Граница Это В общем В мягком Виде Та же Самая Государственная Граница Что Та Которая Колючка Ограждена Поэтому Граница Переживаемая Людьми Это Всегда Граница Более Менее Диффузная Она Вроде По своей Природе Должна быть Очень четко Демартирована Но В реальности Она распределена По разным Зонам Культурного И даже Государственного Пространства И Так что Даже Совершенно Является Запросом О том Как она Проходит Например В Уже Пространстве Воображаемом Пространстве Культуры Пространстве Текста Пространстве Человеческой Души Тоже могут Разграничиваться Свои Чужие Области И так далее Это Сплошной Процесс Где Государственная Граница Как бордер Это всего лишь Отчастность Наиболее Регламентированный Случай Соземной Коллеги Спасибо За вопросы И За Замечательную Дискуссию Мне уже Кажется Пора Подходить К концу Может быть Очень короткая Реплика А можно Но предложение Если короткую Реплику Короткая Сергей Николаевич Мне кажется Что вы Все-таки Использовали Топологический Язык Для Описания Вот этих Островных Перемещений И Какие Изменения В размышлениях Границы Вносит Топология Просто короткие Отвечать Скорее всего Долго Тем Топология Как Понимая Скажем Математическом Смысе Этого слова Это Дисциплина О плавных Преобразованиях Пространства То есть Не столько Демаркации Его Сколько О том Как Пространство Можно Свернуть Вывернуть Наизнанку Растянуть Сжать И так далее Эти Ну Эти Процессы Являются Плавными Непрерывными И поэтому Они Как Мне кажется Относятся К Вернее Смысловые Процессы Которые Моделируются Относятся Не столько К синонизису Сколько К мимисису То есть К непрерывным Внезнаковым Логически Нерасчиненным Процессам Телесного Телесного Подражания Вот Тоже Как Мы Можем Телесно Подражать Другу Мять Какой-нибудь Кусок Пластилина Придаваем Разнообразные Топологические Формы Вот так Мы Примерно Переживаем Пространство Где живем Это тоже Оно Не обязательно Расчленено Сеткой Знаковых Знаковых Категорий Знаковых Законов Оно может Иметь Такого Плавного Меметического Процесса Вот Наверное В этом смысле Я и Действительно Обращаюсь К топологическому Пониманию Культурных Процессов Топологическому Ослово Место Которое Которое Потевостоит Геометрически Отчерненному Пространству С этого Я и Начинал Спасибо Спасибо И по еще У нас есть Вопрос Который Задал Слушательница Конференции В Ютьюбе Вопрос Такой Как вы Относитесь К бытующему Обществу Тезису О том Что Россия Не знает Границ Есть Такой Тезис Который Имеется Очень Мрачные Политические Импликации Понятно К чему Ведет Такое Представление О безконечной Своей Страны Это показывает Политическую Как бы Сказать Это показывает То Что Те Абстрактные Постранственные Модели Которые Я пытался Сопоставить В своем Докладе Они Имеют По крайней мере Могут Иметь Влияние На Реальные Государственные Межгосударственные Процессы Я уже Я говорил Очень коротко О том Что Представление О Например Зеркальном Обративом Пространстве Родины За границей Может быть Причиной Разных Массовых Представлений И даже Возможно Политических Решений И естественно Так же Ощельно Встает Дело С Представлением Когда Граница Вообще Как таковая Отменяется Отстанивается Только Как зона Силового Контроля За которым Лежит еще Некое Бесконечное Пространство Так называемого Русского Мира Вот сравните Ту же самую Логику Ноздрева То что По эту сторону Лесо Мое А то что По ту сторону Его тоже Мое Ну вот Я не Собирался Подробно Анализировать Собственно Политическую Собственно Политические Последствия Топологического И Миметического А не Строго Пространственного Отношения К Границам Но они Конечно Есть И в общем Мы все Переживаем Даже сегодня Спасибо большое Коллеги За замечательную Дискуссию Дискуссию